Я рад приветствовать всех телезрителей и радиослушателей. С вами Бутылкус, Алексей, личный позывной, радио 3, Павел, Леонид, Николай. На первом уроке по манагау мы разобрали основной такой вот совсем уж базовый функционал. Сделали простейшую антенну слопер. Слопер. Я его обозвал так вот. Слопер. Вот. Вот как она выглядит, если помните. Мы смотрели диаграмму направленности и так далее. Вот. Но я обещал, что сделать. В первую очередь, сегодня поговорим про автоматическую оптимизацию антенн. Автоматическая оптимизация нужна зачем? Ну вот вспомните, да, мы большую часть времени, на самом деле, первого урока тратили на то, чтобы просто сделать антенну и как-то подогнать ее под диапазон. Подбирали там всякую там высоту, длину я руками менял. Вот. Ну, сами понимаете, это всего лишь один дипль. Один дипль на один диапазон. А представляете, что будет, если это будет достаточно сложная конструктивная антенна? Это что, каждый провод ручками править, прикидывать, перерасчитывать каждый раз? Нет, конечно. Именно для этих целей существует вот такая вот функция. Оптимизация, вспоминаем, на 17 метрах, на 7,74 мы получили 1,63 ксв. Я уверен, что можно получить чуть получше. Вот именно для этого мы с вами сейчас и воспользуемся автоматической оптимизацией антенны. Давайте заглянем сюда. Что же у нас здесь можно сделать? Во-первых, у нас есть цель сканирования. Это мы трогать не будем. В данном случае будет просканировано все с определенным шагом. То есть, условно, от 1 МГц и до практически бесконечности. Это позволяет, если очень хочется, построить какой-то огромный график. Все это в табличке, разумеется, здесь появится. Позволяет построить огромную, грубо говоря, АЧХ. Ну да, АЧХ, в общем-то, АЧХ антенны. Нам это не нужно, поэтому у нас есть цели. Дальше. У нас есть огромное количество ползунков. И все эти ползунки являются, в общем-то, степенями свободы, которыми мы можем играть для каждой конкретной антенны. Это и оптимизировать по максимуму усиление, оптимизировать по подавлению фронт-тыл, FB, это фронт-бэк, по углу излучения, по минимуму, например, или по максимуму, ну это кому что надо, по минимуму, например, реактивного, по КСВ, по согласованию в целом импедансов, по максимуму тока в точке запитки. В общем, у нас есть абсолютно что угодно. Ну, понятно, что радиолюбители действуют следующим образом. 100% согласования должно происходить только по КСВ, по большому счету, для нас. Ну, можно ради смеха там добавить еще немножечко там, чтобы программа хоть чуть-чуть искала параметры такие, чтобы реактивность была поменьше, поменьше. Вот так вот, например. Вот, и все, собственно. Вот эти ползунки, они по большому счету определяют процентное соотношение между всеми этими параметрами. Вот, когда все установлено в ноль, а КСВ до полного, ну, понятное дело, оптимизация будет происходить только по коэффициенту стоячей волны. На вкладке источники по диапазонам автоматически выставляется сразу же частота, которая была выбрана здесь. Вот. Ну, если нужно изменить частоту, там, куда-то в другое место ее передвинуть, можно, соответственно, это здесь же и записать. Вот, там, 7174, например, вписать. Или вообще другой диапазон какой-то указать и так далее. Но пока трогать это не будем. Оставляем как есть. 7074. И, собственно, а что менять-то? А вот что менять, это вот у нас как раз и есть строчки. Здесь каждый раз мы добавляем, как вот в случае с проводами, мы добавляем, что мы оптимизируем, и каждый раз добавляется новая строка. Мы будем трогать... Что мы будем трогать? А мы будем трогать провод в полярных координатах. Дело в том, что он у нас под углом, поэтому удобнее будет оперировать длиной в полярных координатах. Вот, смотрите, сразу же прям поменялось у нас что. Да, давайте среднюю точку выставим. Что здесь? Что здесь вот сразу же появилось? Смотрите, провод. Мы изменяем. Что мы изменяем? Первая строчка оптимизации. Что мы меняем? Провод в полярных координатах. Провод номер один. Никакой другой у нас, собственно, и нет. У нас один провод всего и есть. Провод номер один. Если их много, то тут нужно будет вписать тот провод, который мы хотим оптимизировать. Что мы оптимизируем? Мы оптимизируем длину. И вот если посмотреть здесь начальная, конечная точка и средняя точка, выбираем среднюю точку просто для того, чтобы центр антенны, точка запитки, ну, это в нашем случае, в данном конкретном, оставалась на месте. То есть меняться будут одновременно два конца. Она будет плясать по середине, грубо говоря. То есть будет просто удлиняться, укорачиваться. По середине точка не меняется. То есть, грубо говоря, ее, как это сказать, ну, точка запитки в пространстве остается на одном месте. Если мы поставим, например, конечную точку сдвигать, то в этом случае начальная точка будет находиться на месте, средняя точка вместе с конечной точкой поползет там вниз, вверх и так далее. Вот. Поэтому среднюю точку мы выбираем вот именно вот. Просто потому, что это удобнее. Кооперация. Это мы для многоэлементных антенн будем использовать. Шаг 10 сантиметров. Это в метрах. Шаг 0,1 метр. То есть 10 сантиметров. Ну, давайте ради интереса поставим. Шаг 1 сантиметр. 0,01. Минимальная длина 0, максимальная длина 2 километра. Ну, это много, конечно. Мы и так прекрасно понимаем, что антенна на сороковку вряд ли будет короче 19 сантиметров. Ну, и вряд ли длиннее, ну, 22. Больше 22 метров она точно не будет. Так что где-то в этом промежутке с шагом 1 сантиметр автоматически будет искаться наименьший КСВ. Все. Вот для той конфигурации, какая есть, для наклона такого определенного минимальнейший КСВ будет искаться для высоты 17 метров. И длина будет меняться автоматически. Я уверен, что сейчас вот это значение, оно просто увеличится. Чуть-чуть. Потому что 1.6 это все-таки не тот КСВ. В принципе, должно было бы, наверное, получиться лучше полутора. Но из-за того, что у нас наклон и высота достаточно небольшая, скорее всего, будет на самом деле, ну, 1.6, наверное. Вот так. Если бы еще поиграться высотой, там, повыше поднять, или вообще в свободное пространство запустить, мы бы получили лучше, чем полтора, я уверен. И все. И еще раз, значит, мы устанавливаем источники по диапазонам. Какой нам нужен, такое и будет. Любую частоту можно абсолютно указать. Если это антенна на один диапазон, то, соответственно, указываем 1. Если антенна на несколько диапазонов, об этом посмотрим дальше. Все. И выбираем, по какому параметру мы оптимизируем. В нашем случае ползунок КСВ установлен на максимум, и все остальные в нуле. В данном случае антенна будет оптимизирована по КСВ на определенную частоту 7.074. Вот в этих границах. И поехали. Запускаем пуск. Все. Расчет произведен. Вот мы видим, как менялись параметры. Вот они, они, параметры длина. Был 2.550, ну, 20.55 был. И вот он по одному сантиметру добавлял, прибавлял, убирал, подбирал. 1.61 КСВ, да? Да. 1.61. Вот, как я и сказал, вряд ли получится лучше, чем 1.6. Из-за высоты подвеса. Даже возросло активное сопротивление. Длина увеличилась. Насколько она увеличилась? Ой, что-то я потерялся. Ну, вот. Было, значит, 2.550. Ну, да, на 10 сантиметров увеличилась длина. Вот. И все, вот. Все. Зато реактивность упала. Вот. Вот и все. Вот очень просто. Вот так вот происходит автоматическая оптимизация. Ну, вот если посмотреть на 7.150, давайте ради интереса. Ну, вот 1.7, да? Ну, давайте вот прикинем. Да вообще какую-нибудь от балды возьмем. Вот захотели мы послушать вещательный диапазон. Вещательный диапазон. 39 метров или сколько там он. Вот. 7.250. Вот какой здесь КСВ? О, хуже двух. Хуже двух, да? Давайте возьмем теперь оптимизацию. Как видим, все тут сохраняется до тех пор, пока мы программу не закрываем. И, кстати, потом он еще ведь и предлагает сохранить эту таблицу оптимизации. Для того, чтобы потом можно было побыстрее к ней вернуться и не забивать заново все вот эти параметры. Оп, видите, да? Автоматически выставилось сюда. Мы можем сюда любую частоту прописать. Ну, давайте вот ради интереса 7.350. 350. Пускай вот туда частота будет. Да, окай. Окай. Вот. 20 метров 65 сантиметров. Опять 1 сантиметр. От 19 до 22. Пуск. Брюкть. И мы видим, что частота возросла. Антенна укоротилась. Нет, пока не сохраняем. Антенна укоротилась. И КСВ у нас получился 1.76. Для частоты 250. Возьмем частоту 350. 1.58. Вот. То есть, как несложно догадаться, если взять 450, КСВ также будет возрастать. Оп. Ну, да. Видим, что минимум КСВ оказался у нас здесь. Теперь, что самое интересное. После того, как мы произвели вот эти расчеты, оптимизации и так далее, мы можем посмотреть те самые графики, которые нам показывают. Вот не только диаграммы направленности, но и те самые графики, которые иногда можно увидеть в интернете. Вот эти расчетные. Вот этот. Переходим на кнопку графики. Нажимаем. Переходим на график КСВ. Автоматически у нас вот 7.450. Оно выставилось сюда как среднее. И теперь мы можем в полосе, например, давайте 800 кГц со средней точкой 7.45, 7.450, можем посмотреть график КСВ. Для этого нажимаем расчет по дополнительным точкам. Вот так. Раз и все. И красиво. Да. Мы четко видим, что резонанс вот так, где у нас он и должен был быть, на 350 попал. Ну, приблизительно, конечно. Минимум находится где-то вот здесь. То есть это вот 7.250, 7.450. Ну, где-то здесь резонанс минимума находится. А по КСВ лучше двух. Он, соответственно, на частоте где-то 7.200 и до 7. Ну, можно сказать, 7.500. Вот так. Все очень просто, наглядно и понятно. Именно отсюда и берутся все эти графики. По диаграмме направленности на разной частоте вот так же после расчетов можно увидеть, как меняется диаграмма направленности в зависимости от частоты. Чуть-чуть. Чуть-чуть, конечно же. Ну, вот. В принципе, вот и вся вам оптимизация. Да, можно увидеть, как работает усиление. Ну, усиление никак, в общем-то, не работает. Оно растет, конечно, на резонансной частоте. По подавлению фронтбэк тоже что-то даже вроде как что-то и может быть. Но на самом деле этого подавления как такового и нет. Вот и все, друзья мои. Это все-все. Вот все. Очень просто, как видите. Элементарно. 7,450 очень большой КСВ, а минимум находится на 7,350. Оп. Красота, красота. Давайте вернем частоту обратно. Вот какая она у нас там была. 7,074. И однозначно, абсолютно точно, сейчас антенна вернется в то самое исходное положение, как она была. Вот если на данный момент она сейчас 19, ну, 19,88. Да, то сейчас она вернется, опять же, в тот самый 20, сколько там было, 65, 66, где-то так. Пуск. Нет, не сохранить. Вот все, вот 1,6. Обратите внимание, 2,64 это для частоты 7,350. А вернемся на 7,074. 1,61. Все, обратно, вот в 8 и 100 вернулись. Вот где они у нас были. Если вот здесь вот поискать их найти. Вот они о него. И все. Мы вернулись обратно к тем же самым расчетам. Вот к этим. Вот так очень просто. Антенна меняется сама автоматически. Полностью, практически, без участия человека. Да, 20,65. Вот она. 20,65. Все замечательно. Ну, и давайте теперь ради интереса. Ради интереса. Пойдем дальше. Волновое сопротивление. Вот в данном случае мы условились, скажем так, питанием 50 Ом. Аксиальным кабелем 50 Омным. А ведь диполь-то вообще-то он должен питаться 75 Ом. Ну, просто отсюда именно это сопротивление-то и взялось для киоксиального кабеля. Как же так-то? Ну, наверное, можно на 75 Ом-то перейти, да? Ну, конечно, можно. Ну, условно, сделали мы трансформатор там 1,5 по сопротивлению. Да, у нас есть какое-то такое устройство для запитки вот именно 75 Ом. Хотя все трансиверы обычно имеют выход 50 Ом. Ну, допустим, что вот есть у нас вот такой вот выход 75 Ом. И кабель 75 Ом. Обычный вот этот телевизионный там или спутниковый кабель. Здорово. Значит, диполь мы можем питать напрямую. Как поменять? Вот у нас КСВ 50. Вот все время по 50 Омам рассчитывается. Как так? Как изменить волновое сопротивление линии и относительно чего считать КСВ? Очень просто. Верхних меню, файл, правка инструмента. Настройки, установки. Вот они, они. Установки. Сетап. И мы можем увидеть здесь стандартный импеданс для КСВ единицы. У нас установлен 50 Ом. В выпадающем меню мы видим стандартные относительно сопротивления, которые вообще, в принципе, в природе существуют, на которые иногда даже выпускаются и симметричные линии. Ну, а в нашем случае вот есть 50 и 75 Ом. 75 Ом кабель. И как только мы выбрали 75 Ом, сохранили, автоматически КСВ рассчитались для всей вообще таблицы, которые у нас когда-либо были. И в итоге, опа-на, о чудо! КСВ единицы на 75 Омах. Вот, еще раз повторяю, именно отсюда и взялись эти 75 Ом коаксиальные кабели. Вот почему. Да потому что это самая обычная антенна. Слопер, дипль, как хотите называйте. Наклонный дипль называется слопер. Несимметричный дипль называется виндом или ОЦФД. Ну, или просто асимметричный дипль. Вот. Пожалуйста, КСВ, ну, лучше, чем 1.1. Ну, это, конечно, расчетно, но, тем не менее, абсолютно точно, вот, на высоте подвеса 17 метров средняя точка антенны, то есть точка запитки, вот такой вот длины, под углом, сколько мы там делали, 45 градусов, его длиной 2.65 из толстого полевого телефонного кабеля практически гарантированно окажется 100% рабочей антенной. Очень просто, согласитесь. Все здорово, красиво, замечательно. Теперь же еще такой вопрос. А что будет, если мы начнем перемещать точку запитки по полотну антенны? Конечно же, волновое сопротивление начнет меняться. Ведь если раньше мы питали все время, ну, дипль, в общем-то, как он питается, обычный, нормальный, симметричный дипль Герца, он питается в точку с пучностью тока. То есть там, где разница потенциалов, в общем-то, практически нулевая в точке запитки, и ее даже можно заземлить, а вот ток там огромный. Вот. Так что, в принципе, в принципе, изменя точку запитки, ну, создавая несимметричную антенну, мы фактически, фактически можем найти такую точку, то есть двигаемся вот сюда по полотну антенны, или вот сюда по полотну антенны, мы находим такую точку, где, во-первых, сопротивление будет так же, какое-то более-менее стандартное, ну, например, там, 150, ну, это если мы используем симметричную линию самодельную какую-нибудь, или 300 Ом, или 200 Ом, или там, ну, какое угодно, любое другое, в принципе. И самое интересное, что, как несложно догадаться, для антенны вот такой вот 20-метровой, очевидно же, 20 метров, а что, оно разве не делится на 20, например, то есть на диапазон 20 метров? Ну, конечно, делится. Только вот если посмотреть на антенну 20-метровую, я имею в виду физический размер 20 метров, как она будет относиться к длине волны для диапазона 20 метров? Очевидно, что антенна резонансной длины будет составлять 10 метров. А что, 20 и 10 метров, это разве не 2 по 10? Ну, конечно же, 2 по 10. Только запитка получается с краю. Соответственно, сопротивление будет очень высоким. И действительно, если мы сейчас попробуем эту антенну на частоте, ну, давайте прям удвоим, вот 7,74, ровно удвоенная, 14,150, мы получили огромное сопротивление. 3 345 Ом. Огромное сопротивление. Но, что интересно, у антенны увеличилось усиление. Логично? Логично, потому что здесь 2 резонансных диполя. И если мы посмотрим, вот, распределение токов по антенне, красненькое вот это вот, мы видим, что здесь 2 полуолны. Прям вот целильником практически. Как так? А вот так. Вот. И отсюда усиление и появилось. То есть, и здесь собирается сигнал. И здесь собирается сигнал. Вот. Ну, или излучается. Что еще интереснее. И диаграмма направленности у нас получилась даже более интересная. Круто. Можно же запитать так? Ну, конечно, можно. Если удастся найти какой-то такой трансформатор аж в 3000 Ом. Это какой получается-то? 1 к 60, наверное, да? 1 к 6 умножаем на 50. Получаем 300. Да. А 1 к 60 получаем, соответственно, 3000. Вот это уже будет интересно. И кейс, кстати, будет небольшой. 1 к 60. Ну, вот попробуйте намотать. С ума сойдете. Поэтому лучше, конечно, здесь бы найти бы точку запитки такую, где сопротивление было бы более-менее стандартное и подудобное какой-нибудь нам. Ну, например, 200-300 Ом. В зависимости от того, какую линию питания мы будем использовать. Ну, например, если использовать трансформатор 1 к 4, то для 50-омного кабеля мы получим желательную запитку 200 Ом. И если мы будем использовать кабель 75 Ом, 75 Ом умножаем на 4, получаем 300. 300 Ом, да? То есть вот от 200 до 300, в принципе, там, ерунда. Запитывать можем любым из кабелей. Окей. Окей. Давайте попробуем ради интереса создать такую антенну, которая нам позволит работать сразу на нескольких диапазонах. Итак. Попробуем создать антенну с произвольной точкой запитки. Самое простое, конечно же, конечно же, это сделать какой-нибудь дипль. Опять же. Давайте выберем 0, 0, 0, 0, да. Ну, и ради интереса возьмем минус... Ну, я точно уже, на самом деле, знаю. Я такую антенну делал. Но мы сделаем ее вот так вот на глаз, грубо говоря. От минус 14, от минус 14 по оси Y до нуля по оси Y. То есть если мы посмотрим сюда, мы увидим, вот она, 14-метровый провод. Просто вот он, вот координаты заданы вот так, что вот он в отрицательную часть оси Y ушел. Видите, да? Вот туда. Вот положительная сюда, а отрицательная туда. Вот. Здесь начало, здесь конец получается. Ну, геометрически я имею в виду, вот с точки зрения координат. И добавим в него точку запитки. Причем точку запитки мы добавим в конец. Вот видите, нежелательно. На самом деле концом антенны это, само собой, не будет. Вот. Это конец фактически. Но сюда мы сейчас еще дорисуем еще одно плечо Диполя. И, разумеется, с электрическим контактом. Так вот, фокус как раз и заключается в том, чтобы точку запитки оставлять всегда в одном месте. Почему именно так? Да вот потому, что у MAN и вообще, в принципе, NEC, например, у других моделировщиков точка запитки определяется по сегментам. Если мы возьмем один провод, условно, там, той же 40-метровой длины или 20-метровой длины, и начнем передвигать именно точку запитки, то для каждого диапазона количество сегментов, вот здесь мы уже и начинаем говорить о сегментах. Так, не разрывать, галочку поставить. Вот здесь мы видим, что количество сегментов всегда зависит от длины волны, и на разное количество сегментов будет забито. Так вот, мы видим, что мы добавили точку запитки, вот он источник, точку запитки, wire1, то есть провод1, e, end, на конец первого провода, читаем задом наперед. Вот, или наоборот, провод первый на конце запитан. Вот так. Теперь мы можем сделать вот что. Ну, например, минус 20. Как вы думаете, что это за запись такая? V1e минус 20. А очень просто. Провод первый с конца, минус 20 сегментов. Именно сегментов. Вот. И если мы посмотрим на вкладку вид, помните, что был на вкладке вид, да? То есть, прямо в крайней точке был источник. То теперь он вообще уехал, хрен его знает куда. Ну вот. Давайте добавим, значит, плюс. То есть, не минус 20 сегментов, а плюс 20 сегментов от точки конца. Ну, плюс не пишется. Плюс 20 вот так. То есть, первый провод с конца 20 сегментов. Вид? Опа! И мы видим, что точка запитки уехала вот сюда. Прикольно. Очень прикольно, я считаю. Но вот здесь и заключается весь прикол. Смотрите. На диапазоне 14 МГц точка запитки находится вот здесь, да? Вот. Я не буду сейчас менять картинку. Точка запитки находится вот здесь. А теперь смотрите, какой фокус. Для... Давайте прям сразу удвоим частоту. Для частоты 28200 Эти же самые 20 сегментов Оказываются в другом месте. Потому что длина волны вдвое уменьшилась. И количество сегментов, соответственно, здесь увеличилось вдвое. Поэтому 20 сегментов на 14 МГц были вот здесь. А 20 сегментов на вдвое большей частоте вот здесь. Именно поэтому нельзя оперировать точкой запитки. Ну, только в очень частном случае, когда мы конкретно знаем, что мы хотим. Вот только в этом случае можно на вкладке геометрии оперировать вот именно вот такой записью. Это просто есть. Это возможность такая. Но с точки зрения расчета многодиапазонных антенн это неприменимо. Потому что точка запитки всегда будет плавать. На каждом диапазоне она будет находиться в другом месте. И оптимизировать будет невозможно абсолютно. И как бы вы же понимаете, что на каждом диапазоне получается физически необходимо будет сдвигать точку запитки в пространстве. То есть, ну, я не представляю это, как это делать. Ну, не представляю. Это автоматическое изменение длины плеч, если хотите. Вот. Или движение по полотну точки запитки. Ну, это глупо, конечно. Поэтому мы оставляем строго запитку с конца. А как же сделать, в общем-то, так, чтобы эта точка запитки всегда оставалась на месте. Ну, и нам не надо, чтобы она была в конце. Нам надо, чтобы она была там в середине или где-то смещена. Но это не важно. А очень просто. Смотрите, мы здесь создали одно плечо диполя нашего. И заканчивается он, точка запитки, в точке 0,0,0 по координатам в декартовом пространстве. Вот. И, соответственно, мы можем выбрать что? Начало следующего диполя также будет находиться... Следующего плеча диполя будет находиться в точке 0,0,0,0,0. Но сюда, опять же, в точку Y2, грубо говоря, можно просто совместить эти две строчки, и вы поймете, что получается. Да, складываем все координаты, и вы сразу поймете, что произошло. Ну, мы делаем несимметричную антенну. Я точно знаю, что там длина будет, ну, где-то там 28-29 метров. 29 метров. Ой, нет, это здесь 0. Ой, не разрывать, я поставил рано. 29. Вот. От 0 до 29 по оси Y, да, то есть 29 метров одно плечо, и минус 14,0, то есть 14 метров второе плечо. Смотрим на вкладку вид. Опа, а вот он, наш несимметричный дипольт, и получился. Одно плечо 14 метров, второе плечо 29 метров. И точка запитки у нас всегда будет находиться в одном месте, потому что либо начало, либо конец, ну, либо середина, если хотите, всегда, безотносительно длины волны, оно всегда находится в одном и том же месте, как несложно догадаться. А давайте ради интереса попробуем вычислить, что у нас на 75 Омах получилось. Ну, ерунда получилась. Хотя, кстати, 8, смотрите-ка, прям попал. Опа, а главное, обратите внимание, 200 Ом. Видите? 200 Ом. Окай. А на частоте 14,150? Смотрите-ка, ну, 250 Ом, 200 Ом, 200-200, видите, что выходит. Я же говорю, вот на глаз практически вот на вскидку. Почти идеально вспомнил. Смотрите, 180, да, ну, плюс-минус. Опять 180, опять около 200 Ом. 6,66 КСВ. Угу. И у нас для 50 Ом рассчитывается этот КСВ. А давайте-ка теперь изменим в настройках. Запитку на 200 Ом. Такого сопротивления у нас здесь нет. Поэтому мы его вручную сюда впишем. 200 Ом. Окай. 200 Ом КСВ, вот он. По 200. Внезапно чуть больше двух. Ну, это в первую очередь сказывается, конечно же, реактивное сопротивление. Да? Давайте еще раз рассчитаем. 2200. Так, а может быть она длинновата? Давайте-ка посмотрим на 750. Ну, так и есть. Мы практически попали. Куда надо. Смотрите-ка, а? Многодиапазонный вариант антенны. Вот он уже практически работает. Давайте повыше ее поднимем на 20 метров. Да? КСВ падает, потому что высота подвеса имеет значение. Реактивное сопротивление, в первую очередь, будет уменьшаться. Отражение от Земли. Вот для несимметричных диполей, это так вот, знаете, за скобки вынесем. Это не в рамках какого-то вот этого сегодняшнего занятия, не в рамках сегодняшней лекции. Но чем выше антенна будет находиться, тем меньше реактивное сопротивление. Потому что влияние Земли пропадает. Чем выше, 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 тем меньше влияние Земли. И, соответственно, ну, можно сказать, что она уже в свободном пространстве будет находиться. А если мы возьмем свободное пространство, ну, здесь КСВ повыше, потому что, вот, активное сопротивление упало. На реальной Земле на пол, о, на пол длины волны, как мы видим, опа, там, 150 Ом. Ну, вот, было бы неплохо, кстати, запитаться бы симметричной линией, как раз, 150 Ом. И можно было бы не заморачиваться на реактивное сопротивление. Вот, но, тем не менее, давайте теперь сделаем вот что. Давайте посмотрим, что у нас получилось на 80 метров. Ну, тоже неплохо, в принципе. Тоже, в принципе, неплохо. Лучше трех КСВ. Кстати, вообще, вообще, сразу же, прям сходу, можно на этой антенне и, в общем-то, и работать. Ну, конечно, на этой антенне мы работать не будем. Поэтому давайте оптимизируем эту антенну окончательно. Итак, что мы имеем? Мы имеем два кусочка диполя, несимметричные. Один из них 14 в одно плечо, второе плечо 29, да? Ну, наверное, 28 имело бы смысл сделать. Но нет, нет, оставим пока так, как есть. И давайте сразу запомним. У нас начало одного диполя, один край, находится в минус 14. Это координата Y1 для первого провода. А для второго провода это координата Y2 29 метров. Ну, очень легко запомнить. Первый провод Y1. Второй провод Y2. Все. Это вот все, что нам понадобится. КСВ у нас выставлен в настройках на 200 Ом. Линия питания 200 Ом. Ну, трансформатор. 50, 1 к 4, получаем 200 Ом. Поехали. Оптимизация. Что нам нужно сделать? Снова мы будем оптимизировать антенну по КСВ. Никакие там усиления, подавления нас не интересуют. Нам необходимо получить согласованный несимметричный диполь с точкой запитки 200 Ом. 200 Ом. И поскольку этот несимметричный диполь нам обеспечивает много-много диапазонность, друзья мои. Много диапазонность нам обеспечивает эта антенна. Поэтому в источнике по диапазонам мы записываем не только 3550, вот как в данном случае. Но, очевидно, эта антенна у нас будет резонировать на четных и на нечетных гармониках тоже. В принципе, сюда можно внести вообще все радиолюбительские диапазоны. Все вообще. Ну, кроме, наверное, 160, очевидно, да? Хотя, если сделать антенну еще в два раза больше, то даже и 160 заработает. Но, тем не менее, внесем сюда 7,1 МГц. Внесем сюда, ну, давайте там выше 15, нас ничего интересовать не будет. А поэтому оставим только 20 еще, вот как основной радиолюбительский диапазон. Да, 14, ну, наверное, 150, потому что 200 как-то, ну, не очень. Ну, и здесь мы, собственно, видим, да, ну, практически удвоение частоты идет. Вот, так что все честно. Самое главное теперь вот здесь не ошибиться. Приоритет первому источнику. Что это означает? Если убрать эту галочку, оптимизация не будет останавливаться, как только будет достигнут минимум на вот этом диапазоне. Мы, конечно, понимаем, я знаю это, что если будет достигнут минимум вот здесь, в первом диапазоне, в первом источнике, то и на остальных КСВ будет так же приемлемо. Это точно, абсолютно. Но нам хочется оптимизировать сразу, чтобы минимум, ну, во всяком случае, оптимум, был близок вот к этим всем частотам одновременно. Но, то есть, нас устроит, допустим, здесь единица, здесь 1,2, здесь 1,2 нас устроит. Или наоборот, нас так же устроит здесь 1,5, здесь 1,3, здесь там 1,7. Нас тоже устроит это. А вот если здесь будет 1,0, а здесь там 2,5 и 2,5, нас это не устроит. Поэтому мы убираем галочку приоритет первому источнику. В этом случае все эти частоты окажутся равноценными для оптимизации. И оптимум будет искаться каким-то вот средним, взвешенным между всеми тремя диапазонами. Вот, это важно. При создании многодиапазонных антенн обязательно убирайте эту галочку. Это важно. И поехали. Итак, еще раз. Значит, мы оптимизируем антенну только по КСВ и не по чему другому. Провод, ну, давайте в декартовых координатах. И еще один провод в декартовых координатах, только провод номер 2. У нас появился провод 2. И вспоминаем. У нас, значит, Y1 для провода 1 был минус 14, а Y1 для провода 2 0. У нас там был Y2, конец антенны. Во, 29 появилось. Все. Все. Можно оптимизировать. Давайте сделаем оптимизацию по 5 сантиметров. Здесь 5 сантиметров. И здесь 5 сантиметров. Шаг. 51. Под дюйм. Под 2 дюйма получилось. Нет. По 5 сантиметров. По 5 сантиметров. Кооперацию не включаем. Нам не нужно одновременно менять длину. Ну, пускай и оптимум ищется там, где надо. И мы знаем, что у нас, значит, от минус 14, да, ну, несложно догадаться, что минимум у нас может быть где-то, ну, минус 15 метров условно. Максимум, ну, наверное, минус, ну, 13. Ну, 12 давайте сделаем ради интереса. Соответственно, максимум координат, ну, и, соответственно, длина, как несложно догадаться, здесь может быть, ну, очевидно, очевидно, где-то от, там, 24, наверное, метров, и до, ну, пусть будет 30 метров. Почему нет? От 24 до 30, и, как несложно увидеть, да, максимальная и минимальная длина антенны будет какая? Меньшая складываем и большая. Значит, наибольшая у нас может быть длина 30 плюс 15, то есть 45 метров. Это много, конечно, но это предельные значения. А минимальная длина антенны будет 24 и 12, 36. Вот 30, между 36 и 45 метрами антенна будет вот так вот искаться. Точка запитки остается практически физически на одном месте, а плечи, плечи будут менять свою длину. И, соответственно, таким нехитрым образом получается, что мы и точку запитки одновременно сдвигаем. Ну что, запускаем оптимизацию и смотрим на результат. Пошел расчет. О, где-то КСВ был. О, уже единичка. О, уже лучше двух практически. О, везде лучше двух. Видите, да? И главное, смотрите, сколько шагов сделала программа. 120. 132 шага. Не сохраняем. Программа сделала 132 шага оптимизации. Представляете, сколько мы бы вручную это искали? Да с ума сойдешь. Вот, пожалуйста. И что у нас получилось? Какое-то из плечей у нас вышло. Вот видно, да? Какой параметр менялся. Значит, 13,4 и 28,7. Смотрим, что у нас получилось. Для начала просто посмотрим. Одно плечо 28,75. Длинное плечо. Короткое плечо 13,35. Неплохо, я думаю. Давайте посмотрим, что у нас получилось по диапазонам. Вспоминаем, мы оптимизировали на 7,100, 3,550 и 14,150. 3,550 КСВ. Два. Логично, не страшно. Смотрим, что у нас получилось на более высокой частоте. 2,03. Сойдет, сойдет. Это пока еще не страшно. Посмотрим, что получилось на 7,150. 1,6. Замечательно. На 7,100 мы выбирали. 7,100. 1,5. Хорошо. Хороший результат. Судя по тому, что у нас есть активное сопротивление и выше сотни. Выше сотни даже. Где-то здесь может быть... Давайте посмотрим на 7,50. Лучше полутора должно быть даже где-то. Да, вот. 1,47. И давайте посмотрим на 14,150. Кажется, я такую выбирал. Вообще единица. Ну, вот, пожалуйста, многодиапазонная антенна. Да, КСВ на 80-ке. Два и выше. А может быть и нет. Давайте посмотрим, где оно. 3,550. Значит, 2,03. Давайте ради интереса посмотрим. А давайте ради интереса посмотрим графики. Оставим 3,550. Да, вот среднюю частоту 3,550. Выберем... Ну, 400, наверное, килогерц. Вот от 3,350 и до 3,750. И давайте заполним всю сетку. Лучше 2 на частоте 3,450. Это слишком низко. Надо укорачивать антенну. Как несложно догадаться, да? Вот и все. Вот лучше 2 у нас, в принципе, в телеграфном участке есть. В принципе. То есть, если мы, получается, выберем 3,450 еще раз. 1,7. Ну, 1,8. Работать можно, без проблем. Там меньше 10% потерь будет. Очень даже хороший результат, я считаю. В принципе, в принципе, на этом можно даже и закончить. Но нет, давайте ради интереса. Фокус-то вот в чем. Мы можем продолжать играться. Ну, давайте в качестве источников по диапазонам. Давайте чуть-чуть сделаем повыше частоту, наверное. А может быть и не будем ничего делать. Оставляем все как есть. Просто еще раз оптимизируем. Еще произошли какие-то изменения. Давайте посмотрим. 3,450. 1,77. Все так же осталось, да? 3,550. 2,03. Все осталось то же самое. То есть, вроде как оптимум найден, да? 13,300. И 2,750. Нет, мне не нравится. Я предлагаю вот здесь чуть-чуть укоротить. Опять же, у нас есть такая возможность. Я предлагаю вот здесь нарастить до 3,650. А здесь уменьшить, соответственно, на 30. 28,450 сделать. 2,06 на... Почему-то растет. А почему растет? 3,5. 3,550. 2,06. Интересно. Она 3,4. 1,9. А, частота ушла вниз или нет? Нет, она не ушла вниз. 3,470. 1,8. Угу. 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 Ну и что у нас получилось здесь? 1,5. 1. А, ну и, кстати, да, опять же, давайте-ка посмотрим еще. Что же гармоника? Ну, да, КСВ также 3, что логично. На... На пятнашке 12,5. Она здесь и не должна, в принципе, резонировать, что логично. А вот на двенашке резонировать она просто обязана. Вот лучше полутора на двенашке. Великолепно. И где-то чуть-чуть, наверное, выше. Нет, не выше. Во! 28,200 также лучше 2, КСВ. Ну-ка, 28,500 условная. Условная такая вызывная частота 28,500. О, еще лучше. Вот так, видите, да? И причем насколько, насколько широченный диапазон у нас получил. Вот почему хороши очень длинные антенны. 28,500. Смотрим. Что у нас тут? У-у-у. И телеграфный участок у нас захаван. И, ну, гляньте, насколько, да? 28,600 с лишним, там, ну, 650. Грубо. Лучше двух КСВ. Лучше полутора, значит, 2,500... 28,500 с гаком. И туда до 28... Ну, 200 условно. Да? Лучше, чем... Ну, да. Где-то там 28,250, там, 50, наверное. 260. Давайте 200, 250. Проверим. Наверное, лучше полутора будет. Да? Вот. Вот так. Ну, да, на 80-ке, извините. Извините. Вот так. Ну, собственно, с этим у меня тоже и были проблемы. Не очень хотела 80-ка строиться. Но здесь можно также играться и высотой подвеса. Вот чё. Всё равно физически чё-то у нас будет выходить такое. Видите, КСВ изменилось. Изменилось активное сопротивление. Растёт реактивное. Активное падает. Вот почему для несимметричных антенн очень важно... Давайте вот 24. Вот мы выигрываем пару метров. Вот, смотрите. Вот. 4 метра разницы. А уже КСВ. Видите, какой? Поэтому всё зависит от КСВ. То есть анализатор, моделировщик MANA, он всё-таки нашёл автоматически. Автоматически нашёл необходимую длину. Всё чётко и красиво. А если на 30 метров поднять, оу, лучше полутора. Видите, да? И если посмотреть на самый верх диапазона... Ну да, тут извините. Ну всё-таки диапазон относительно большой. Вот. Хотя... Хотя, знаете, вот для высоты 30 метров оптимизация... Давайте ради интереса сделаем не 3,550, а 3,36, например, оптимизацию. А здесь оставим 7... Давайте 7,150. И 14,150 так же пускай будет. Окей. Может быть, чуть-чуть что-то изменится. Какая-то точка запитки. Пуск. 1,8 на 3,650. 3,752,4 всё так же. 3,550. 1,48. Но здесь, опять же, приоритеты. Приоритеты. Все источники, я имею в виду все диапазоны, находятся в одинаковом приоритете с одинаковым весом. Это максимум КСВ в начале диапазона. 7,50, да? Это телеграфный участок. Середина. Ну, не середина. Вторая половина диапазона. 2,16. А если посмотреть... Ой, оптимизация. А если посмотреть на КСВ с, скажем, полосой 400... Вот, весь радиолюбительский диапазон здесь. Лучше двух в начале участка, да? Ну, видимо, не очень. Не очень мы толково оптимизировали. 650. Наверное, имеет смысл все-таки чуть-чуть резонансные частоты приподнять. Давайте сделаем 528,500. Чуть-чуть увеличим. На 5 сантиметров... Что я сделал? На 5 сантиметров удлинил антенну. Окей, пусть будет. 2,2. 1,8. Нет, 30 метров это много все-таки. 25 метров. То есть, ну вот, вот. Вот. И мы получаем вот возможность играться. Вот тут раз, и КСВ сразу пошел вниз. Лучше двух сразу стало. Вот, пожалуйста, 3,650. А тут на такой высоте 2,1. Ну, вот 1,6, видите, да? На 25 метрах. Опять же, еще, наверное, имеет смысл удлинять антенну. И это вот уже начинается как раз подстройка, грубо говоря, по местности. Тем не менее, тем не менее, можно сказать, что результат достигнут. Мы создали антенну, которая работает очень даже хорошо практически вот на всех неворцах. Скажем так. Видите, да? Вот на всех диапазонах она вот, пожалуйста. Там плюс-минус сантиметр, там плюс-минус сантиметр. Ничего особо не меняется. Работает на 10, работает на 12, работает на 15. Нет, конечно же. На 15 не работает. На 17. Ну, чисто теоретически, она, конечно, должна заработать. И она заработает. Здесь вся фишка в высоте. Вся фишка в высоте. То есть, ну, какая-то определенная высота, угол наклона может быть. Все равно это все, это нужно... Вот, видите, оп, начал падать снова. Вот, это все в конечном счете... В конечном счете будет оказывать свое воздействие на... Вот, видите, опа, и КСВ-5 сразу. Вот. Высота подвеса действительно критична. Но, тем не менее, мы только что сделали многодиапазонную антенну. Просто вот так вот. С кондачка, можно сказать. В принципе, это очень даже неплохо. Ну, конечно же, тяжеловато сделать на приличной резонансной высоте. Ну, на приличной оптимальной высоте на 80-ке это уже тяжело. Нужно поднимать ее на 40 метров. Если вот так вот посмотреть. На 40 метров, если приподнять и по графикам посмотреть, где оно у нас вообще... Там, давайте, 800. Где оно у нас на 3... Да нет, на 3 550, в принципе. Давайте, что ли, еще попробуем даже повыше подзадрать резонанс. Ну, может быть, действительно удастся. Ну, на высоте 40 метров, надо понимать. Нет, не сохраняй таблицу оптимизации. 1,8 на 3 550, на 3 600. О, годится. Годится. В принципе, работать можно без проблем. 7,150, 1,78, а 7,50 в начале диапазона. Замечательно. Чуть хуже полутора. О, великолепно. Видите, да? 1,03. Вот откуда этот хороший КСВ был. 1,03. Лучше полутора в начале. Ну, я так подозреваю, что лучше будет и в конце где-нибудь на 350. Да. Лучше двух на 350. Вот вся двадцатка вообще отлично перехвачена. Вот. Ну, конечно, надо понимать. Совсем уж вот настолько многодиапазонную антенну сделать действительно тяжело. О, ну, у меня работает. Вы сами все видели, да? И вот с минимальным согласующим устройством. Ну, как минимальным? С P-контром. Согласуется абсолютно все. И тут никаких проблем. То есть там даже ничего и не согласуется. Там чуть-чуть реактивность просто убирается, добавляется лишний фильтр. Вот и все, друзья мои. И вот вам одновременно игра с сразу двумя параметрами. Сразу с двумя параметрами двух проводов. Сразу на несколько диапазонов. Вот так. Действительно. Очень легко и просто сделать многодиапазонную антенну. Собственно, на этом, пожалуй, все. Вот вам домашнее задание. Разработайте, пожалуйста, антенну. Также дипль. Результатами можно делиться у меня в группе в Телеграме. Ссылка в описании. Скидывайте свои манофайлы ради смеха. С вами попробуем поиграться. Вот. Смоделируйте на любой желаемой вами высоте. Может быть, у себя какие-то точные параметры вы знаете. Ну, там, условно. Вот как у меня два дерева 15-18 метров есть. Вот. И, соответственно, я вот для них в свое время рассчитывал. Вот. Также и вы для себя. Рассчитайте, пожалуйста, несимметричную антенну. Ну, давайте возьмем диапазоны от 40 метров. То есть, 7 МГц и выше. Разработайте точно такой же несимметричный дипль. Но для диапазонов 7 МГц и выше. И выше. Или даже давайте попробуем несимметричный дипль для диапазонов 160 метров и выше. Пусть резонирует на всех. Опять же, высота подвеса произвольная. Тут самое главное научиться. Научиться играться всеми этими параметрами свободно. Так, чтобы вот можно было как-то подогнать антенну под какие-то свои условия. Так, чтобы она заработала в том виде, в котором мы хотим, в общем-то, чтобы она работала. Ну, и, пожалуй, что на сегодня все, друзья мои. Жду ваших комментариев, конечно же. Делитесь роликом. Пишите комменты. Включите уведомления. Потому что из-за обилия политинформации и пропаганды, в первую очередь, с вражеской стороны. Огромное количество пропаганды. Ютуб засран чудовищно. Если вы, не дай бог, на Ютубе интересовались политической информацией, конечно же, у вас в рекомендациях будет твориться черт знает что. Вот поэтому, чтобы не пропустить, обязательно нажмите на колокольчик. Вы получите уведомление о том, что на действительно нормальном канале, где о политате ни слова, вы получите уведомление, что вышел свежий ролик. Ну, и, конечно, группа Telegram, пожалуйста, за бутылочкой кваса. Все для вас. Кстати, давайте посмотрим 3D-диаграмму направленности. А, красота. Да, действительно, это так. Вот, многолепестковая вот такая диаграмма направленности. Причем очень хорошая усиление. Кстати, да, хорошее усиление должно быть. Для 14350. Почти 10 дБ, представляете? Почти 10 дБ. Ну, выкидываем относительно диполя там 2,5 и получаем 7 дБ. 7 дБ, ну, это меньше, чем в 10 раз, конечно, но и сколько? Ни в 2, ни в 3 уж точно. Грубо говоря, подводя вот к такой антенне, то есть вот к этой антенне размером там 40, сколько она метров получилось? 13,5, ну, 41, там, 42, 42 метра. Ну, вот, к антенне длиной 42 метра, запитанный вот таким вот хитрым образом, 4 полуволны, как вы видите. 4 полуволны. Мы получаем усиление как от 4, в общем-то, диполей, да? Вот, как несложно догадаться. 4 раза по 2,4. Вот они, они. Ну, приблизительно. Да не приблизительно. 4 раза по 2,4, 9,6. Во! Вот мы и получили как раз усиление, как от 4-х диполей, соответственно, усиление реальное будет составлять в 3 раза больше, чем от обычного диполя, иными словами. Работая вот на такую антенну, вот в каких-то вот таких направлениях, вот в этих, о, вот в этих 4-х направлениях, будет вылетать очень условно примерно столько же энергии, как если бы вы закачивали в обычный диполь 300 ватт. Улавливаете? Вот зачем нужно усиление в антенне, вот зачем все это существует. Ну, и самое главное, у антенны появляются, как несложно догадаться, какие-то, ну, пусть вот такие дурацкие, но направленные свойства. Направленные свойства. Можно немножечко поиграться расположением в пространстве так, чтобы вот этот вот какой-то интересующий диапазон, пускай двадцатка, да, была направлена, ну, условно. Один вот этот лепесток на восток, вот этот на запад. Вот, а вот этот, минуя шестой район, смотрел бы куда-нибудь на Африку, то есть на юго-запад куда-то, а вот этот бы смотрел куда-то там на северо-восток, куда-то там на Ямал, например, если вы находитесь в центре европейской части России, например, вот. А вот это вот, ну, минимально бы захватывало, или вот направление строго на юг, оно бы захватывало, оно бы вообще, видите, минус 8 децибел, минус 8 децибел. То есть все вот эти киловаттники из шестого района сразу были бы приглушены, приглушены. Вот, появляются избирательные свойства. Так что вот так. На вертикальную не смотрите, на самом деле, конечно же, нет. Вот, вы видели, что в 3D обязательно нужно пользоваться 3D-графиком, чтобы представлять, то есть иногда кажется, что это все очень страшно, типа, как это так, нет усиления. Да есть, есть оно, вот оно. Причем очень хорошее усиление. Вот, а на вертикальном разрезе, там разрез сделан вот по вот этой вот плоскости, как несложно догадаться. И, ну, и, соответственно, тут-то ничего и нету как раз лепестков, поэтому там все так, вот так, вот так все страшненько выглядит. А на самом деле все очень даже хорошо. Вот, кстати, для десятки, вот если уж продолжать уже болтологию, я знаю, что многие выключились и не досмотрели до этого момента. Но вот, если продолжать вот эту всю болтологию и посмотреть на диаграмму направленности на десятки, вот для такой антенны, если мы посмотрим на вид, то здесь, опять же, несложно догадаться, здесь 8 полуволн, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И усиление тут вообще огромное, уже 12 дебилов, вот, то есть можно сказать, что мы подкидываем уже сюда, ну, минус 2, да, почти в 10 раз. Почти, почти киловатт, можно сказать, улетит в основные лепестки, вот в эти, вот, 10,5 децибел, здесь 12 децибел, вот, вот в эти лепестки улетит, можно сказать, что почти киловатт. Поэтому лучший усилитель это антенна, действительно, вот, и усилитель-то и не требуется. Вот именно поэтому мне импонируют антенны типа винда. Вот мы с вами эту антенну-то и разработали, друзья мои. Так что вот, еще раз, домашнее задание вам сделайте на другие диапазоны. Вот в качестве базы выберите 7 МГц или даже 1,8 МГц, то есть 160 или 40 метров. Выберите и попробуйте создать также несимметричный дипль, поиграйте с параметрами, результатами делитесь. У меня в группе в Telegram, в канале Telegram. Там общение свободное, чернуха-порнуха запрещена и, конечно же, без проблем, там нормальные люди. Причем можем помочь там и с компьютером проконсультировать что-нибудь и в целом за жизнь почесать. У нас, в общем, там тепло и лампово. И к вас им угощают. Вот так. В следующем ролике поговорим уже о более интересных антеннах. Попробуем сделать более сложные по конфигурации антенны. Все-таки мы сейчас говорили о дипалях. О дипалях вот два раза мы поговорили. Ну, дипалях, ну, чего там интересного о дипалях? А давайте попробуем, ну, какой-нибудь квадрат смоделировать. А давайте попробуем какую-нибудь дельту смоделировать. Ну, это же тоже интересно. И всем хочется, чтобы потише была антенна, да, там, поинтересней. Поэтому, друзья мои, в следующем ролике мы перейдем, наверное, к многодиапазонным дельтам. Да-да, безо всяких согласующих устройств. Многодиапазонная дельта. Как вам? Вот представьте сейчас, с каким выражением я это говорю. С выражением лица. Ну, как вам? Многодиапазонная дельта безо всяких согласующих устройств. А? Спорим? Такие антенны существуют. Более того, она разработана, она готова практически у меня для воплощения в железе. Вот мы с вами на реальном примере, на реальной обстановке в округе у меня, фактически над моим огородом, будем городить дельту на диапазон 80 и все диапазоны выше. Я подчеркиваю, все. Если антенна с базовым диапазоном 3,5 МГц никак не захочет работать, хотя на самом деле захочет, ну вот, например, на пятнашке она работать не будет, однозначно не будет. Хотя, кстати, у меня работает, ну у меня там немножко похитрейшая система. Вот, значит, если не работает на пятнашке, то мы сделаем антенну, которая вообще без согласующих устройств, работает абсолютно на всех гармониках 80, и четных, и нечетных. Прикиньте, такое тоже возможно. И в этом нам поможет Моногал. Оставайтесь на связи. С вами был Леха Бутылкус, личный позывной, радио 3 Павел, Леонид, Николай. Всем жму руку, увидимся, услышимся, 7-3.